МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Возвращаемся к привычному ритму жизни, но не все и не сразу. Расскажем, где в Самарском регионе снимают ограничения. 9 часов 9 мая. В День Победы телеканал «Самаргиз» провел телемарафон в прямом эфире. Нужно больше зелени. В Самаре разработают проект по высадке деревьев на улице Куйбышева. В Самарской области теперь можно гулять и заниматься спортом на улице, но не везде. Список городов и районов огласил губернатор Дмитрий Азару в своем аккаунте в Инстаграм. Решение о частичном снятии ограничительных мер глава региона принял после совещания, посвященного санитарно-эпидемиологической обстановке и новым мерам по поддержке граждан и экономике. Его в режиме видеоконференции провел президент. Владимир Путин объявил, единый период нерабочих дней для всей страны завершается 12 мая. Но борьба с эпидемией коронавируса продолжается. Лариса Шлафаст расскажет подробности. Из режима ограничений Россия начинает выходить поэтапно. Президент Владимир Путин объявил, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается 12 мая. Но борьба с эпидемией коронавируса не заканчивается, поэтому профилактические меры сохранятся. Ситуация в регионах различная, отличается. Именно поэтому субъекты федерации ранее получили возможность принимать гибкие решения с размерным уровнем рисков. Сегодняшним указом эти полномочия подтверждаются. То есть главы регионов, опираясь на анализ ситуации, на мнение главных санитарных врачей, будут принимать решения о характере ограничительных и профилактических мер. О том, как, в какой последовательности их можно постепенно смягчать или сохранять. В Самарской области ограничения сняты частично. За сутки в регионе зарегистрировали 66 новых случаев заражения коронавирусом. Число заболевших в области достигло 1083. В регионе организована 2641 койка для лечения пациентов с COVID-19, что на 473 койки превышает плановый показатель, определенный Минздравом страны. Из них 1092 с кислородом и 766 с аппаратами ИВЛ. Работа по увеличению коечного фонда продолжается. Уже к 22 мая развернут порядка 70 мест на базе Волжской центральной районной больницы. Также принять больных коронавирусом будут готовы клиники Самарского медицинского университета. Там подготовлено 100 коек. Кроме того, к 20 мая будут развернуты дополнительно 120 коек на базе больницы Середавина. Губернатор Дмитрий Азаров обратился к жителям региона в своем аккаунте Instagram. Он рассказал, какие именно ограничения сняты и с каких территорий региона. Таких муниципалитетов у нас 22. Я их зачитаю. Это Кинель, это Октябрьск, это Отрадный и Похвестнево. Четыре города. И 18 муниципальных районов. Мы даем возможность работать предприятиям розничной торговли, даже тем, которые торгуют не продовольствием и не продуктами первой необходимости. Но с какими ограничениями? Это магазины, которые имеют торговый зал площадью не больше 400 квадратных метров и отдельный наружный уличный вход. При условии нахождения одновременно не более одного покупателя на каждые 15 квадратных метров площади торгового зала. Также мы в таких муниципальных образованиях снимаем запрет на посещение парков, лесопарков. В своем обращении президент большое внимание уделил поддержке экономики и сохранению занятости населения и рассказал о введении дополнительного пакета мер для бизнеса. С 1 июня будет запущена специальная кредитная программа поддержки занятости. Воспользоваться ей смогут все предприятия, которые пострадали в современных условиях, включая социально ориентированные НКО. По оценке главы государства это позволит поддержать порядка 7 миллионов рабочих мест. Объем кредита будет рассчитываться по формуле 1 мрот на одного сотрудника в месяц, исходя из 6 месяцев. Срок погашения кредита 1 апреля 2021 года. Президент объявил о дополнительных мерах поддержки семей с детьми. Всем, кто воспитывает детей в возрасте от 3 до 15 лет, нужно обратиться за единовременным пособием в размере 10 тысяч рублей. Получить его можно будет с 1 июня текущего года. Обратиться за пособием можно уже сейчас. Дистанционно через портал Госуслуг или через отделение пенсионного фонда. Специальная федеральная доплата на 3 месяца с 15 апреля по 15 июля устанавливается для сотрудников социальных учреждений. Для врачей, которые работают в социальных учреждениях, доплата составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. В случае, если они непосредственно оказывают помощь больным зараженным коронавирусом, 60 тысяч рублей. Лариса Шлафаст, События. За сутки в Самарской области зарегистрировали 66 новых случаев заболевания коронавирусом. Число заболевших в регионе достигло 1083 человек. Такие данные во вторник, 12 мая, опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. Всего же в России с начала пандемии заболели 232 243 человек. Из них 43 512 человек выздоровели. 2116 скончались. Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что заразился коронавирусом и заявил, что находится на лечении. Напомню, ранее коронавирус обнаружили у премьер-министра России Михаила Мишустина. А 1 мая коронавирус подтвердили у министра строительства Владимира Якушева. А 6 мая у министра культуры Ольги Любимовой. Тем временем индекс самоизоляции в Самаре после майских праздников упал и на утро 12 мая составлял 1,5 балла. Напомню, этот показатель рассчитывается по активности в различных приложениях и онлайн-сервисах. На улицах города по-прежнему много людей. По официальным данным, самый высокий индекс самоизоляции в Москве сегодня не превысил 3 баллов и установился на уровне 2,5. За столицей следует Санкт-Петербург с показателем 2,3 балла. В столицах соседних Самарской области регионов индекс самоизоляции также невысок. На начало дня в Саратове он составлял 1,9 балла. В Ульяновске еще меньше 1,4 балла. 9 часов 9 мая. В День Победы телеканал Самарагис провел интерактивный марафон в прямом эфире. Давайте вспомним, как это было. В День Победы сотрудники телеканала Самарагис подарили своим телезрителям настоящий праздник. 9-часовой интерактивный телемарафон. Наши журналисты, ведущие, руководители, гримеры и водители готовились к этому событию на протяжении нескольких недель. Все это время нам помогали представители администрации Самары. Мы собрали много интересных историй о том, как наш город жил и работал в годы Великой Отечественной войны. На нашу идею провести марафон откликнулись сотни людей. Они присылали снимки своих родственников и знакомых, трудившихся в Куйбышеве. Рассказывали невероятные истории о героическом труде и подвигах своих бабушек и дедушек. 9 мая на нашем телеканале работал колл-центр. Зрители имели возможность поделиться воспоминаниями о тех, кто ковал победу в тылу. В это время наши корреспонденты освещали самые важные события, которые происходили в городе. Они работали на площади Славы, у Арки Победы, около завода Масленникова, освещали памятные военно-патриотические акции, в том числе Бессмертный полк. Ведущие телеканала Самара Гисинга Пеннер и Ян Налимов общались с гостями в студии в прямом эфире в режиме нон-стоп. Был даже такой эксцесс, что из короткой струбы Самарской ГРЭС, которая в ТПЛ сейчас ходит, ветер подул с Волги и угольная пыль, работая же на угле, она засыпала всю площадь Куйбышева. И перед парадом тем самым наябрьской. То есть в ноябре который был. Да. И у главного инженера Куйбышев Энерг был крайне неприятный разговор по этому поводу. Я думаю, седые волосы уже на тот момент. В день Победы к нам пришли 15 гостей. Это краеведы, деятели культуры, сотрудники заводов и промышленных предприятий, представители городских властей и многие другие. Все те, кто изучает историю Самары и те, чья жизнь уже стала историей, многие не смогли сдержать слезы. Я бы, наверное, пожелала, чтобы они не совершили наши ошибки, потому что вот не я одна, я же разговариваю с ровесниками, мы действительно упустили многое. Мы не расспросили, когда были еще живы бабушки и дедушки, когда были живы родители. Мы очень мало об этом говорили. Ну, они-то понятно, после военные годы они старались, наверное, забыть. А мы очень мало интересовались этим, даже уже будучи достаточно взрослыми. Продолжение следует. Мы обращаемся к телезрителям с просьбой присылать нам архивные фотографии, рассказывать истории, делиться воспоминаниями о тружениках тыла и фронтовиках, благодаря которым Самара вправе рассчитывать на высокое звание города трудовой доблести. Анатолий Головко, Константин Головин. События. Празднование 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне состоялось. Несмотря на режим самоизоляции, наблюдать за праздничными церемониями самарцы могли, не выходя из дома. В прямом эфире телеканала «Самара ГИС» наши корреспонденты побывали в самых важных точках. Климент Ворошилов, Родион Малиновский, Василий Соколовский и другие полководцы, чья судьба так или иначе была связана с городом на Средней Волге. В эти минуты открывают аллею маршалов Победы. Здесь установили 8 бюстов героев. В торжественной церемонии в этом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции участие принимают ограниченное количество человек. Губернатор Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина и депутат Государственной Думы от Самарской области Александр Хинштейн отдали дань памяти героям. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина возложили цветы к триумфальной арке, а затем прогулялись по аллее трудовой славы. Не случайно именно она стала центром сегодняшних торжеств, ведь в этом году Самара претендует на присвоение почетного звания «Город трудовой славы и доблести». Памятная аллея и, конечно же, арка Победы являются сегодня символом Великой Победы. И еще раз подчеркну, что родилась эта идея в ветеранских кругах, а Николай Иванович Стрынин ее искал, а мы ее реализовали. Безусловно, заслужил, безусловно, это будет правильное, очень закономерное решение. И, конечно, наша уже сформированная аллея. Эта аллея, которая у нас уже есть, которой мы так гордимся, она, в общем-то, уже сказала о том, что наш город трудовой доблести. Непривычно и немноголюдно сегодня и на площади славы в Самаре. Все приглашенные гости приглашены к экранам телевизоров и мониторам компьютеров. Весь день будут проходить трансляции знаковых мест города. Площадь сегодня в праздничном убранстве, ведь в такой святой день ничто не должно омрачать праздничным настроением. И той неповторимой и привычной каждому с детства атмосферы Дня Победы. В эти минуты в небе над Самарой в парадном строю проходит авиационный пролет. Из-за пандемии коронавируса в этом году пришлось отказаться от традиционного парада с колоннами и военной техникой. Первую партию самолетов сменили. Прямо сейчас в небе можно увидеть пролет ракетоносца Ту-95МС Самара, самого скоростного в мире самолета с турбовинтовыми двигателями. И бомбардировщик Ту-160 Николай Кузнецов, который является самым крупным и мощным в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом. В эти минуты на территории прибора строительного техникума самарцы возлагают цветы к мемориалу труженикам завода имени Масленникова. В годы войны завод работал в режиме чрезвычайного положения, производил продукцию оборонного назначения. На заводе производили боеприпасы для артиллерии и танков, и авиабомбы. Тысячи самарцев стоят у окон домов на балконах с портретами своих родственников, которые, как могли, приближали победу. Кто-то погиб на фронте, кто-то пропал без вести, кому-то посчастливилось дожить до Великой Победы и вернуться домой. В Самаре также прошел флешмоб «Флаги России». С особым чувством в нем приняли участие жители 33-го дома по улице Панова. Здесь жил герой Советского Союза, командир батареи гаубичного артиллерийского полка Союза Иван Смоляков. 9 мая волонтеры в магазинах, аптеках, на автозаправках раздали более полумиллиона георгиевских ленточек. Символом Победы украсили фасады зданий. Кроме того, жители всех городов региона приняли участие во всероссийской акции «Свет Победы». В 10 часов вечера жители города зажгли фонарики в память о павших героях. Мария Левина, Елена Малютина, Семен Безгинов, Максим Гусев, Николай Сидоров. События. 75-й годовщиной окончания Великой Отечественной войны самарцев поздравили иностранца, которые проживают в регионе – Франция, Италия, Канада, Словения, Кипр. Для жителей этих стран победа в самой кровопролитной войне ушедшего века, так же, как и для россиян. Знаковое событие. Дорогие друзья, в честь празднования 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны от лица Генерального Констульства Республики Кипр в Самаре я хочу отдать дань уважения и почтить память тех, кто храбро сражался за свободу своей страны и одержал победу над нацизмом. Альянс Францесс Самара полностью присоединяется к поздравлениям 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. Во Франции мы празднуем это событие 8 мая, в день окончания войны для нас и капитуляции Германии. 75 лет назад Россия одержала великую победу над немецко-фашистскими захватчиками. Это была Великая Победа, потому что она заложила основы современного мира, мира, в котором мы живем, лучшего мира. Трамвай Победы 9 мая курсировал по третьему маршруту, он был украшен праздничной символикой. Пассажиров встречала кондуктор в военной форме, стилизованной под форму времен Великой Отечественной. О праздничном настроении репортаж Сергея Кизоркина. Вагоновожатый Глеб Евстифеев и кондуктор Ольга Марфутина 9 мая в рейс вышли в форме солдат Советской Армии времен Великой Отечественной войны. Молодые люди рассказали, для них честь участвовать в акции «Трамвай Победы». У Глеба оба деда воевали на фронте, у Ольги бабушка пережила войну в тылу. Мы гордимся очень нашими прадедами, прабабушками. У меня бабушка ветеран войны. Вот, и я горжусь тем, что сейчас буду делать. Для меня это очень большая память. И для всех ветеранов. Хочу передать всем большой и огроменный привет, кто сейчас находится на самоизоляции. Дай бог вам здоровья, долголетия. И самое главное, мы все победим, как победили и вы. Третий год проходит в Самаре акция «Трамвай Победы». Не отказалось от нее руководство Кировского депо и в период самоизоляции. Единственный «Трамвай Победы» курсировал 9 мая по третьему маршруту. Именно по нему во время Великой Отечественной войны трамваи возили рабочих на заводы оборонной промышленности и домой после смены. Мы стараемся связать нашу рабочую зону, городу Самару, безымянку, с центром города, старым центром города. Поэтому выбрали такой маршрут. Стараемся каждый праздник дарить людям добро, тепло, улыбки. И 9 мая мы решили остаться незамеченными, сделали «Трамвай Победы». В этом году пассажиров «Трамвай Победы» было немного. Горожане откликнулись на призыв минимизировать поездки и остались дома. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров, События. Хорошая новость для всех самарских фотографов. Наконец сбудется их мечта. Впрочем, и остальных горожан эта вещь тоже должна порадовать. Главная улица центра Самары, улица Куйбышева, в следующем году, предстанет новом виде. Провода уберут под землю, а сама улица заиграет зеленым цветом. Разработать проект по высадке новых деревьев поручила глава Самары Елена Лапушкина. Андрей Горгуленко расскажет подробнее. На фотографиях советских времен улица Куйбышева выглядит совершенно иначе. Каждое здание буквально утопает в зелени. И главное – никаких проводов. Сейчас здесь все, конечно, выглядит иначе. Доминируют дома, машины и провода. Но совсем скоро это изменится. У областных и городских властей появилась идея дать зеленый свет главной городской улице. Принадлежит она Дмитрию Азарову. Губернатор озвучил ее, когда вместе с главой Самары Еленой Лапушкиной высаживался от памяти. Но чтобы реализовать идею, нужно для начала спрятать провода под землю. В долгий ящик откладывать не стали. Провода уберут уже до 1 сентября. А в следующем году высадят деревья. План озеленения глава города уже поручила разработать. Проект по улице Куйбышева, потому что мы заводим провода все под землю. И по максимальному озеленению от улицы давайте хотя бы разработаем, чтобы на следующий год нам с вами планировать. Подвели на еженедельном рабочем совещании итоги завершившегося месячника по благоустройству. Глава Самары отмечает – город хорошо подготовили к майским праздникам. Также Елена Лапушкина призывает городские службы не расслабляться, так как впереди много сезонной работы. Пора начинать покос травы, завершить уборку территорий после вывоза гаражей, а также следить за состоянием световых опор, остановочных павильонов и городских информационных стендов. Мы с вами не останавливаемся на достигнутом. У нас с вами сезон, по большому счету, только начинается. Кроме того, Елена Лапушкина поручила ужесточить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Григорий Плешаков. События. Дезинфекция в ежедневном режиме. В Самаре продолжается санитарная обработка общественных пространств. В ней участвуют муниципальные службы и спасатели МЧС. К обработке городской набережной присоединились в военные расчеты. За процессом наблюдал наш корреспондент. Уважаемые граждане, проводится санитарная обработка. Просим покинуть территорию набережной. Там, где раньше прогуливались сотни отдыхающих, сейчас работают военные расчеты радиационной, химической и биологической защиты 2-й общевойсковой армии. Военные помогают городским службам благоустройства проводить санобработку общественных территорий. На Самарской набережной дезинфекцию начали с самого утра. Работы ведутся как вручную, так и с помощью спецтехники. В том числе по набережной проходят военные машины, оснащенные термодымовой аппаратурой и заправленные спецсредствами для дезинфекции. Мы производим обработку систематически, своими силами, но спецсредства и помощь военных, специальной техникой, это неиспоримый плюс. На каждом переходе у нас висят объявления, где мы предупреждаем жителей Самары воздержаться в посещении Самарской набережной. Городские улицы дезинфицируют с помощью техники МП-благоустройства. Работа ведется и днем, и ночью. Ежедневно для этого используются более 40 спецмашин. Сначала проезжую часть моют шампунем, затем орошают дезинфицирующим раствором. Согласно сертификату обрабатывается хлорамидом Б, также специальным моющим средством обрабатывается проезжая часть. Все средства одобрены, рост потребно отбора. Санобработку проводят не только на улицах, дезинфицируют и остановки общественного транспорта. Орошают скамейки, остановочные павильоны, пешеходные ограждения. Мария Елевина, Семен Безгинов, Максим Гусев. События. Чудом осталась жива 60-летнюю женщину сегодня в 11 часов утра в Самаре на тротуаре сбил внедорожник. Авария произошла возле офисного здания на углу Чернореченска и Оксакова. Трагедия произошла по вине водителя второго автомобиля. Он поворачивал с Чернореченской на Оксакову и по правилам дорожного движения должен был пропустить машину, которая двигалась по Чернореченской в сторону Владимирской, но не сделала этого. В результате столкновения первый водитель не справился с управлением. Его машину выбросил на тротуар. Пешехода от смерти спасло железное ограждение, которое взяло на себя часть удара. Женщину с травмами тазобедренного сустава доставили в больницу Пирогова. Один из автомобилей допустил выезд на тротуар, совершил наезд на женщину и впоследствии совершил также наезд на стену жилого дома. В настоящее время проводится проверка, собирается административный материал. Самарские призывники, несмотря на самоизоляцию, готовятся отправиться служить в армию. Призывная комиссия в самом разгаре. Первые новобранцы наденут погоны уже в эти выходные. Какие меры безопасности в связи с коронавирусом применяются на призывных пунктах города, расскажет Сергей Кизоркин. Боксер, кандидат в мастера спорта Алексей Христофоров рассказывает, ситуация с коронавирусом не позволяет полноценно тренироваться. А в армии физподготовку никто не отменял. К тому же Алексей специально несколько лет готовился к службе в элитных частях. Мечтает попасть в армейский спецназ или в разведку. Если повезет, то и в президентский полк. Самарская молодежь там на хорошем счету. Пойду служить, наверное, скорее всего по контракту, так как хочу быть полезным обществу своему. Этап жизни такой, который, мне кажется, стоит пройти. На КПП районного призывного пункта бригада медиков измеряет температуру тела каждого входящего. Если начальный этап пройден, врачи выдают средства индивидуальной защиты. Это одноразовая маска, перчатки и бахилы. Затем строго по одному молодые люди проходят медкомиссию. И если все хорошо, получают заключение призывной комиссии. В этом году к здоровью новобранцев особое внимание. До этого мы все работали только в режиме онлайн. Сотрудники военкомата обзванивали призывников, выясняли все вопросы, заполняли анкеты, работали с теми, у кого предъявили жалобы заранее. Все документы говорили, которые нужно будет принести. И уже сегодня вызвано 35 человек для того, чтобы вместо в три потока. Получается по 11 человек в час. Вирус COVID-19 не изменил план призыва в российскую армию. Компания, как и положено, стартовала 1 апреля. Самарская область отправит служить этой весной 3000 человек. 12 мая в регионе открылись 32 призывных пункта. В армии сейчас самое безопасное место. Почему? Потому что оградить нашу молодежь сейчас на улицах очень сложно. Сами понимаете, ни один родитель этого не сможет. А в армии все-таки порядок и контроль. Первый эшелон новобранцев отправится в армию уже в ближайшие выходные. Перед этим каждого протестируют на коронавирус. Зараженные окажутся на больничной койке. Здоровые поедут в часть, где попадут на двухнедельный карантин. И только после этого начнут службу. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов, События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 24 миллиона. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Оставайтесь дома, будьте здоровы, удачи вам и обязательно увидимся. Редактор субтитров А.Семкин